Приветствую вас, и первое, что хотел бы сказать, это то, что необходимо более подробно, более полно проработать ваше отношение с начальником. Понятно, что начальник самодур, человек, который устанавливает свои правила на решение трудового законодательства, и, по сути дела, довольно несчастный в глубине души человек, который, по сути дела, из-за своих комплексов, из-за своих каких-то проблем усложнил жизнь вам. И то, что лично у вас никаких недостатков, никаких проблем, никаких казусов нет. Вы просто оказались в жертву человека, который злоупотреблял своим служебным положением. И этого человека нужно пожалеть. Его нужно понять, как непрофессионала. И воспринимать ваш ход, как именно реакцию истинно профессионального человека, то есть делового партнера. Из-за него невозможности работать с непрофессионалом. То есть, по сути, вы рассматриваете уход с работы, как что-то негативное, а рассматривать это нужно как раз, как позитивное. Потому что профессионал с непрофессионалом работать никогда не сможет. И это первый момент. Измените свое отношение к этому. И начинайте думать, что то, что вы сделали, является верным и лишь только для вас полезным. Потому что таким начальником у вас не было бы возможности ни работать нормально, ни реализовываться, ни расти карьеру. Дальше, теперь, что касается мотивации, собственно говоря. Вы пишете, что головой понимаете необходимость работы. Но если вы в три месяца так живете, то, вероятно, острой необходимости в работе нет. Вероятно, мужчина, ваш молодой человек, не так же придает значение этой проблеме. Потому что вы обеспечены, острой попременности в деньгах нет, и, соответственно, вы можете полениться. Поиск мотивации включает в себя расширение соответствующего поля, мотивационного поля. Поиск мотивации обращает в поиск новых стимулов для занятия той или иной деятельности. И первое, что вам нужно сделать, это обначит для себя то, что вам важно. Что вас волнует действительно и по-настоящему, что для вас ценно. И после этого требуется в обязательном порядке связать эти ваши важные цели, то, что вас волнует, с теми, что вам нужно работать. То есть, допустим, вам важно, важно обладать доверие людей, любящих вас. Вам важно, чтобы вами гордились. Вам важна ваша самооценка. Вам важно иметь финансовую независимость от молодого человека, чтобы он полностью от него не зависит. Еще что-то. Расширяйте свою мотивационную сферу и связывайте ее непосредственно с работой. Чем больше будет мотивов, тем сильнее будет ваша потребность именно в поиске работы. Далее, настоящий профессионал понимает, что путь, который он прошел от начальной должности до, скажем, хорошей, всегда, ну, как бы сказать, разный. Первый раз это действительно долго, первый раз это действительно утомительно, но последующий раз всегда будет легче, потому что опыта больше. Соответственно, вам главное начать. А далее, если ваше руководство люди опытные, люди серьезные, люди профессиональные, они увидят ваши способности и, соответственно, обязательно дадут вам ту должность, которая наиболее соответствует вашим, значит, способностям, склонностям и возможностям. Таким образом, концентрировать свое внимание нужно не на должности в сфере, а на вакансии в сфере, а после этого стараться как можно лучше себя зарекомендовать, чтобы выстать ценным сотрудником. И тогда хорошие должности не заставят себя ждать. На этом, я думаю, можно закончить. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам, всего доброго.